От сияющих бриллиантов до мягких игрушек. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в преддверии Нового года проходит выставка сувениров, в которой можно будет приобрести драгоценности у самых передовых ювелирных домов России. Об ассортименте и участниках Патимат Ханапова. Каждая женщина скажет, что бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода и как переливаются драгоценности. Ярмарка продаж, сувениры Экспо-2018, пожалуй, единственная в республике выставка, где не будет скучно ни одной даме. Здесь в фойе Национальной библиотеки выставлены работы лучших ювелиров и Диакутии, Костромы и Москвы. Среди них уникальные украшения, которым по всей стране нет аналога. Таких изделий по стране, может быть, и не будет, потому что они приглашают отдельно даже дизайнеров, чтобы ни у кого не было. Эксклюзивные, подключенные. А то говорят же, вот сейчас, в последний год, у всех одно и то же, надоело, что-то новое хочется. Поэтому стараемся эксклюзивные изделия, как говорится. Александр Ковырев посещает Махачкалу не первый год. Здесь, в стране гор, работу его компании находят положительный отклик. Сам гость даже называет своих клиентов друзьями. Настолько признается он, между ними теплые отношения. Он необычный, он необычной огранки, как обычные бриллианты 57 грани. Здесь 88 грани. И она единственная такая подвеска в своем роде. Называется она ночной дозор. Вот этот комплект выполнен в единичном экземпляре. Почему в единичном? Потому что все эскизы уже уничтожены. Приобретая этот комплект с рубинами, человек получает гарантию завода, что второго комплекта такого завода выпускать не будет. Мистическая притягательность, безупречный дизайн и механизм, который завораживает. Здесь представлена ювелирная продукция под стать хронометром. Новые материалы, технические решения, постоянный баланс между точностью и ходом. Все это о часах. Здесь на площадке представлены модные наручные изделия сезона. А все потому, что перед каждым праздником в компании проходит 80% обновления ассортимента. Новый год не стал исключением. У нас есть замечательные часы, которые выполнены из стальных корпусов, стальные корпуса, стальные браслеты. Те материалы, которые абсолютно нейтрально относятся к кислотным и щелочным средам, не реагируют с ними. И поэтому остаются в таком же виде, в каком они есть, десятилетиями. Если раньше мечи, ножи и кортики использовались только в качестве оружия, то теперь они приобретают декоративный оттенок. Сюжетная линия в основе, тщательный авторский подход и кропотливая работа, настоящее произведение искусства. Авторские художественно оформленные ножи, они и пользуются на Кизлярском заводе наибольшим спросом. Допустим, нож пчела произведен молодым человеком. Не знаю, как ему пришло это в голову, но трудился он над этим ножом более двух лет. Вот получилась такая красота. Если снять поближе, можно увидеть и пчел, и камни драгоценные. Инсталляция цветка очень красивая. После того, как Крым присоединился к России, был создан такой нож. То есть символ моря – это якорь, и то, что изображено – это маяк. Ну, лезвинка – это дагестанский колорит. Если же вы любитель оригинальных и недорогих презентов, то и для вас найдутся варианты. Помимо дорогих украшений, на выставке представлен стенд с доступными креативными новогодними подарками. Сладости, средства для ухода, мягкие игрушки – и все по тематику главного зимнего праздника. Вот на каждый праздник у нас уже своя тематика проработана. И на каждый праздник у нас целенаправленные подарки. То есть, если это шоколад, то он обязательно… Будет новогодним стиль, обертки. Да, да, видите. То есть, все в таком плане. Также, что касается мыла, что касается… Кстати, очень хороший стенд по мылу. То есть, шампуни, мыло, бальзамы – они все новогодние. Даже игрушки. Да, даже елочка наша. Здесь можно не только приобрести, но и выиграть. На выставке продаж будут проводиться розыгрыши призов. Для участия достаточно пройти регистрацию у стойки организатора мероприятия «Анжи-экспо». Предель Нового года – это, в принципе, от нас вам подарок. Поверьте мне, на этой выставке каждый из вас что-то такое интересное найдет, и никто не уйдет отсюда. Как говорится, по крайней мере, положительные эмоции вы однозначно здесь получите. Ярмарка продаж будет проходить в течение четырех дней до воскресенья включительно. Патимат Ханнабова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.